В Твере впервые за всю историю метеонаблюдения. Средняя температура января плюсовая. Несмотря на это, на водоемах Верхневожий все-таки установился лед. Но он тонкий и хрупкий. Чем это чревато, увидите в сюжете далее. 26 января в МЧС России Подверской области поступила информация о том, что в озере Селигер вблизи населенного пункта городом Лясташковского городского округа было обнаружено тело мужчины. Погибшего достали из воды и передали сотрудникам полиции. Тонкий лед не шутит. Это смертельная опасность. Допустимая толщина льда для перехода человека 7 сантиметров. Сейчас лед 3-4 сантиметра. На реках он вообще еще отсутствует. И на многих водоемах, где было волнение или проточная вода, там лед еще не установился. Лед установится только после недельной низкой температуры. МЧС предупреждает. При отсутствии уверенности в безопасности пребывания на льду лучше обойти опасный участок по берегу. Если острая необходимость, конечно, выйти на лед в качестве спасения человека, нужно прощупать лед, ногой потрогать, палкой впереди себя. Ну и обязательно двое участников, которые участвуют в спасательной операции, берут подрывочные средства. Либо палку, либо лестница, которая висит возле дома какая-нибудь, либо веревку, либо из одежды связать что-то. Подойти к человеку как можно ближе, ползком, может быть, по-пластунски, чтобы распределить нагрузку на лед и забросить одежду, дотянуться до пострадавшего и также обратно, аккуратненько, не группируясь на льду, ползти и выйти на сушу. Если вам удалось самостоятельно выбраться из воды на лед, помните, что вставать на ноги и бежать категорически воспрещается, поскольку можно провалиться вновь. Между тем, метеорологи считают, что январь 2020 года станет самым теплым за 200 лет наблюдения. То актуальны и для столицы Тверской области, где впервые за всю историю средняя температура января плюсовая. Причем температура не только превышает норму января, но и бьет рекорды марта. По прогнозам, февраль также будет непривычно и теплым. Более-менее зимняя погода возможна лишь к середине февраля. Но и в этот период показания термометров будут немного выше нормы. А вот завершится зима очередным мощным потеплением.